Финиш гонки Украина Трофи. Команды преодолели бездорожье Полесья на своих специальных внедорожниках, мотоциклах и квадроциклах. Кто быстрее всех прошел контрольные точки и умело обошел соперников. Узнаем у Андрея Цыплиенко. Наш корреспондент всю неделю следил за гонками. Андрей, так кто же победил? Добрый вечер, Анастасия. У нас здесь в Шацке под дождь заканчивается автогонка Украина Трофи. И хотя лидеры в основных категориях Руслан Цыплаков, Виктор Янукович и Виталий Новицкий уже давно финишировали, все же на трассе все еще остаются гонщики. Так что гонку законченной пока что считать еще нельзя. Напомню, что она началась 2 июля в Киеве на Крещатике и прошла вдоль северной границы Украины по территории четырех областей. По замыслу организаторов гонки она должна привлечь внимание к малознакомым и все же уникальным территориям Украины. Гонка была полна драматичных событий. В первый день гонки штурман одесского экипажа 313 Роман Горбаченко переоценил глубину брода и едва не совершил роковую ошибку. Отделывался только купанием. Почти под крышу ушел под воду автомобиль номер 301, простите, Виктора Януковича, и тому тоже пришлось искупаться. Второй день гонки. Маршрут трассы проходил через территорию бывшей ракетной базы и гонщикам приходилось демонстрировать чудеса эквилибристики, штурмуя контрольные точки, расставленные на некогда секретных ангарах. Третий и четвертый день гонки прошли в основном через болото. На пятый день болото стали настолько сложными для взятия, что нашему экипажу пришлось оставить машину. Мне для того, чтобы добраться сюда и не опоздать на эфир, пришлось оставить машину в болотах за 120 километров отсюда. И вот только что мне сообщили, что наша машина все же продолжает движение со вторым пилотом. Взяла контрольную точку номер 8 и вскоре будет здесь на финише. Анастасия. Андрей, все-таки нам хочется узнать, когда же будут известны окончательные победители. Ну, пока гонка не закончена, официального списка победителей не будет. Но я думаю, что даже если он и появится, появится завтра, то он будет не слишком отличаться от списка финалистов сегодняшнего дня. Ну, а сейчас на берегу озера Светясь уже начинается праздничный концерт. И будут вручены неспортивные призы гонки, среди которых два приза телеканала Интер. Один приз за фотографию, лучшую фотографию, которая зафиксировала взятие контрольной точки. И второй приз Леди Трофи, лучшей женщине-штурману гонки. Анастасия. Спасибо. Это был Андрей Цеплиенко вместе с участниками Украины Трофи, прошедшей все этапы гонки.